Привет всем выжившим! Ну что, я вторую неделю нахожусь на добровольном карантине, поэтому почему бы нам не поиграть в градостроительный постапокалиптический симулятор? Игра немножко напоминает своей стилистикой Кенши, но если у тебя есть какие-то другие мысли, то пиши обязательно в комментариях. Но давай посмотрим поближе. Так, здесь нам дают название выбрать своему поселению. Давай, наверное, сделаем что-то подобное. И, пожалуй, количество поселенцев у нас будет высокое. Инструмент из металла, костюмозащитный костюм, расстояние до воды близко, можно было бы сделать далеко, но давай все-таки для начала сделаем что-то простое. Размер карты большой, количество... хотя давай средний. Количество гор высокое, озер высокое. Лесов тоже высокое, почему бы и нет. Так, и вот наше мини-поселение. Если честно, я уже вижу, что нам не особо повезло, потому что тут очень много металла. А это значит, что у нас будет высокий радиоактивный фон. Но ладно. Кажется, место вполне подходит, чтобы здесь обосноваться. Мы уже знаем, что надо начать с основных потребностей. Первым делом займемся водой и пищей. А уж потом... Давайте построим новый дом! Так, а кстати, да, место-то вполне себе удобное. Но опять же, металлом это... Ну так себе. То, что он прямо перед нашей базой, не скажу, что меня радует. Так, центр сортировки? Серьезно? Воу. Так, ладно. Ну, такого я не видел. Но буду знать. Ну, давай, пожалуй... Так, вот это вот... Вот это все говнище нам надо сейчас разбирать. Так. Я думаю, в принципе, вот так вот сделаем. А дальше мы, пожалуй... А, дом с баком. А, у нас нету бутылок каких-то. Ну, по крайней мере, я такой ресурс еще не видел, но... Довольно занятно. Давай поставим себе кострище. А вот тут у нас будут всякие... Я надеюсь, нам все-таки удастся тут что-то сделать. Так. Мы не выбрали поселенцев-строителей. Давай это исправим. Вот у нас будет... Давай сначала у нас будет 12 строителей. Пускай они все понастраивают. А мы потом уже будем разбираться. Так, ресурсы. Нам, получается, нужна пища какая-то. Ну, логично. Нужно что-то кушать. Можно было бы хижину собирателя. Слушай, но... Чет, мне кажется, тут... Такие ягодки будут, что лучше их... Лучше про них просто забыть. Но давай, наверное, начнем все-таки с рыбачьей хижины. Пускай она у нас где-то будет вот здесь. Так, мы тебя здесь поставить можем? Так, ну, как-то... Как-то так. А потом еще раз можно было бы его тут поставить. Нам же, получается, еще нужно запаса воды делать. Так, кстати, смотри. Эффективность 80%. Ммм. Так, и мы не назначили на новые должности поселенцев. Пускай у нас будет два добытчика металлолома и два рыбака. Хотя пристани рыбака они еще не построили. Такс. Что ж. Лом мы теперь начали добывать. И теперь, я думаю, можно было бы заняться жильем. Хотя пишется так, что у нас... Хотя нет. Нет. Мы можем себе сделать парочку домиков. Но я бы, конечно, сделал нам... А, еще какую-то добычу ресурсов. Смотри-ка. Что у нас здесь есть? Хижина лесника. Сколько у нас древесины? Так, древесины у нас 90. Давай, может быть, тогда мы... Где тут мастерская, хижина травника. Вот. Хижина собирателя. Ее как раз-таки искал. А, ну где тебя поставить? Где тебя поставить? Ну, давай, наверное, где-то снизу. Вот тут у нас в особенности довольно много ресурсов. Вот здесь. Так. Как бы нам это оформить? Желательно, чтобы еще... Блин. Ну, можно было бы где-то вот здесь ее поставить. Чтобы максимально много ягоды мы доставали. Но... Что-то я даже и не знаю тут. Видишь, все завалено этим говном. Тут куча-куча металлолома. А, смотри, а тут у нас грибы. Вау. Вау-вау-вау. Вот это уже любопытно. Так. А мы можем как-то... Вот так вот, так вот, так вот идем симметрично-симметрично. Хотя странно, почему мы... Вот. Ну, вроде бы место неплохое. Давай. Ай, тут все радиоактивно. Ё-моё. Я поставил постройку, а тут радиация. Да... Что ты будешь делать? Нет, нет, нет. Тогда она нам не нужна. А... Что-то вообще есть на кого уходится? Какие-то пауки или кого он мне подсветил сейчас только что? Или это металлолом? Это металлолом, кажется. О, боже. Ну, ладно. Нам нужна... Вода тогда. У нас нет воды. Давай попробуем ее собирать где-то тут. Можно было бы, конечно, впритык к хижине рыбака. Но почему-то нам не позволяет этого сделать. Ну, давай тогда вот здесь. Место вроде бы неплохое. Вот. И нам тогда нужен колодец. А, нет, 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 нет. Колодец нам не подходит. Дождесборщик. Пороситель. Водонапорная башня. Цистерна. Слушай, ну, ресурсов у нас пока что много. Поэтому можно было бы сделать и цистерну. Где-нибудь вот здесь ее поставить. Или как-то вот так вот. Чтобы они сразу добывали воду и относили... А, нам сюда. Что-то мне подсказывает, что... Блинский, у нас сейчас жопа будет какая-то. Смотри, мы могли бы все ресурсы потратить на то, чтобы улучшить сломанный автобус. Правда, если честно, я не особо понимаю, что он делает. Центр поселения накапливает ресурсы, для чего с каждым улучшением становится все больше места. Если он огорожен, то там можно и отдохнуть. Что поднимает настроение поселенцам. Так, ага. Кстати, модельки постройок очень даже мило выглядят. Смотри сам. Прям и атмосферно. Такие вот развалины-развалины. Хочется сказать, напоминает какую-то глубинку России. Господи, но учитывая, что это постапокалиптический симулятор, давай лучше не будем такого говорить. Так, что ж. Давай, может быть, тогда поставим дома. Сколько домов у нас тут в месяц? Ну, в месяц, на самом деле, у нас много чего. Единственная проблема, что у нас тут все завалено всяким дерьмом. И, с одной стороны, да, я могу, конечно, тут забить все домами, но... Как бы на кой черт, если радиоактивный фон их будет убивать? Ну, делать как бы нечего, поэтому давай попробуем. Так, вот тут будет постройка, вот тут будет постройка. И, наверное, где-то здесь. Хотя, пока что, я думаю, два дома нам вполне себе хватит. Средний уровень счастья. Но, видимо, он еще не успел опуститься. Так, и хижина, хижина собирателя. Слушай, но мы вполне ее могли бы сделать здесь. Да, у нас было бы не так много ресурсов, но, по крайней мере, радиоактивный фон бы нас не убивал. Что уже, я думаю, неплохо. Вот, жалко, вот здесь я не могу сделать. Потому что дома мешают. Так, хижина охотника, но она прям какая-то огромная. Хотя, смотри. Почему-то подсвечивает... Вот эти вот ресурсы, когда я выбираю хижину охотника. А, они всегда подсвечены. Странное, странное, странное дело. Ну, тогда нам, по идее, нужно собирать древесину. Так, хижина лесника. Вот она. Такая довольно маленькая построечка. Давай, пускай она будет где-то здесь. А рядом поставим склад. Вроде бы неплохая идея. Как он вообще выглядит? Логистика, склад. Ну, да, он поместился бы. Вполне себе. Больше его, в принципе, поставить-то и негде. Либо можно было бы сделать вот так вот. Да, давай вот так вот, наверное, сделаем. Блин, радиация. Черт, ты подери. Что ты будешь делать? Радиация. Радиация, мать его. Ладно. Наверное, это не так плохо, если... Ну, слушай, на складе радиация. Ну, ты сам подумай. То есть, у них вся пища, вся древесина будет фонить? Ладно, ладно. Все хорошо, все хорошо. Давай все-таки сделаем тогда хижину лесника. Я бы хотел поставить ее где-то там, чтобы соблюсти симметрию. Но она у нас будет вся эта постройка фонить. Ё-моё, ну что ж ты со мной делаешь? Хочу сделать все красиво, но тут, понимаешь ли, рядом с лесом и вот этим вот наваленным говном куча радиации. Ну, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Так. Вроде бы всех мы назначили. Единственное, у нас воду не добывают. То есть, воду, возможно, то и добывают, но... Я так понимаю, складировать ее негде. Поэтому давай все-таки сделаем все... Нам не хватает древесины! Ты понимаешь, нам не хватает древесины. Так, ребят, давайте срочно стройте вот эту вот постройку и будем уже как-то разбираться. Давай я ускорю. Кстати, строят они довольно быстро. В том же Тропико... Ну, к сожалению, мы строили полгода одно здание. Тут, кстати, видишь, можно их выбрать, посмотреть, что у них есть. Инструменты, одежда, образование, достижения поселенца. Но лучше, на самом деле, бы они писали мысли поселенца. Типа, вот, я там возвращаюсь с работы, устал. Когда же можно будет отдохнуть? Ну, или что-то в этом духе. Так, малый запас воды. Да, и он продолжает уменьшаться, я хочу тебе сказать. Так, ну, давай все-таки хижины лесника они сделают. И мы, может быть... Поставим какое-нибудь нормальное здание. Так, а че никто не строит-то? Ребят, эй. Алло. Че, никто не хочет? А, вот они и относят ресурсы, видимо. На постройку. Так, начали строить. Отлично. Все. Готово. Слушай, ну... Почему-то... Мы не можем собирать воду. Что весьма странно. Так. То есть, вот у нас есть вот эта постройка, но... Почему-то туда никто не уходит. Рубить-сажать. Рубить-сажать. Ну... Давай, пускай они просто рубят. Пускай они просто рубят. Пока что нету смысла возводить здесь какой-то лес рядом с лагерем. Хотя с другой стороны, знаешь, он по идее должен сдерживать радиоактивный фон. Ну, по крайней мере, я слышал, что леса вроде как делают нечто подобное. Но, может быть, я и что-то выдумываю. Ну, ладно. А, давай все-таки... А, нам не хватает древесины! Ё-моё! Так, ребят, срочно давайте... Давайте побольше отправим ребят в лес. Нам срочно нужна древесина, пожалуйста. Иначе у нас не будет воды. Точнее, у нас не будет цистерны, а потом из этого следует, что у нас не будет воды. Так. Как мы поставим эту постройку? Ну, мы могли бы, конечно, его так вот, прямо впритык сделать. Либо можно было бы... Поместить еще колодец. Каким-то мистическим образом. А вот тут... Сбоку у нас был бы еще и этот... А, цистерна. Водонапорная башня. Вау, какая красавица, ты посмотри. Напоминает фильм «Маяк». Хотя, ладно, там маяк... Посимпатичнее был. Что не говори. Ну и, собственно говоря... Так. Что нам с этим делать? Куда нам поставить... Свою цистерну? Слушай, ну она... Поместилась бы вот здесь, но я, может быть, сделал бы еще одну хижину рыбака. Сейчас. Я не совсем уверен, что у нас, конечно, что-то тут поместится, если мы вот так впритык сделаем. Но вот здесь вполне способно что-то поместиться. Смотри. То есть... На две клетки вылезает. Подожди сборщик вылезает... Уже на одну. Угу. Так. И зачем я все пытаюсь сделать симметрично? Что мне за мания такая? Ну... Давай сделаем где-то вот здесь тогда. Там, может быть, потом у нас в дальнейшем будет цистерна. И радиации, как ни странно, здесь не так много. Это... Это реально удивительно. Не понимаю эту игру, но ладно. Так. И пускай у нас будет парочка водоносов. Пожалуй, ускорим. Так, ребят, давайте, строите, строите быстрее. Если не построите, то будет полнейшая жопа. Так, им еще надо рубить деревья. 62. 62. А-а-а. 60. 12. Нет воды. Нет воды. Нет воды. Все. Закончилась вода. Люди будут умирать. Так. Может быть... Сделать больше. Стой, стой. Стой. Стой, 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 стой. Пускай добывают все воду. И я надеюсь, что... Ну, они успеют. Потому что если нет, то это жопа. Это жопа для всех нас. 20. Да-да-да, появляется вода. Отлично. Так. И у нас будет... Еще один рыбак. Слушай, да-да-да. Она восстанавливается, смотри. 157. Фуф. Да. И у нас, кстати... Расчистили лес. Как-то неудивительно, но... Давай уже, наверное, нажмем рубить и сажать. Потому что леса стало... Теперь как-то даже мало. Нанес тут... Я только начал играть и уже нанес вред экологии. Хижна собирателя. А куда ее тут поставить можно? Ну, давай... Хрен знает. Мы могли бы ее здесь сделать. И, по сути, мы бы собирали тогда... Ммм... Почти все в округе. Ну, вот тут, конечно, безусловно, больше всего. Поэтому... Возможности я бы вот где-то... Смотри. Здесь у нас... Ммм... Ну, не знаю. Вот это место неплохое. Слушай, да, действительно, неплохое место. То есть, если мы даже поставим... Под напорную башню? Так. А, она теперь не помещается. Скотина! Нет! Нет, нет, нет. Я слишком близко выбрал постройку. Ах, ты ж, блин. Но у нас здесь поместится дождесборщик. Что, в принципе, тоже неплохо. Вот. Так что, да, мы можем, наверное, сделать хижину собирателя. Вот где-то здесь. Так. У нас, конечно, не так много сейчас строителей, но... Пускай лучше расчищают металлом. Его довольно много. Кстати, да, у меня его реально сейчас много. Я не знаю, что мне делать с этим металломом теперь собиратель. Так. Давай, наверное, лесников уменьшим количеством. И, пожалуй, пускай у нас будет больше рыбаков. Потому что с едой, вполне возможно, скоро тоже будут проблемы свои. Так, рыбак. Один собиратель. Вот. Интересно, два строителя вообще мне хватит? Что-то мне подсказывает, что нет. Нет, не хватит. Ну, ладно. А, свалка. Хижина лесника. Ну, пока что мне игра очень напоминает тропика. Не знаю даже почему. А, ну, модельки зданий, что-то есть похожее. Хотя, вот эти домики немножко напоминают какую-то глубинку России. Что, наверное, лучше не стоит говорить. Потому что это все-таки постапокалиптический симулятор. А мне это напоминает какую-то глубинку России. Ну, ладно. А, давай, 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 колодец сделаем. Если он, конечно, у нас поместится. Но нет, нет, он не поместится. Поэтому будет у нас... А, нет вот этих вот бутылок. Подожди, а кто у нас занимается вот этими... Вот этими бутылками? Сбор растений. Сбор всех ресурсов. Ммм, перекапывать грунт. Так. Подожди. То есть мы можем сказать им... Снизить радиоактивный фон рядом с поселением. Что вполне себе неплохо. Так. Здесь у нас нету радиоактивного фона. Ну, вроде бы неплохо, слушай. Давай посмотрим, что у нас еще есть. Склад, рынок. Пивная, школа. Дома. Там мастерская. Изготавливает инструменты. Инструменты, если честно, у меня заканчиваются. Но мне не хватает... С постройки портного, я так понимаю, да? Так. Слушай, ну... Вообще, мы могли бы пункт переработки сделать. В принципе, вроде бы неплохая идея. Единственное, что... Видишь, у нас... Ага. Я бы сделал хижину портного, но тут не хватает вот этого вот ресурса. А это ткань. А где нам ткань найти? Где нам найти ткань? Я, если честно, не понимаю. Ладно. Всю древесину и лом. Сбор растений. Ну, давай попробуем тогда... Так. А это еще что? Металл. Металл, металл, металл. Подожди, а свалка у нас не производит металл? Это как-то странно. А... Лом и древесина. Собирается, видимо, только. А, вот она, свалка. Слушай, ну... Это, конечно, странно. Но, видимо, да, он... Только вот этот вот лом собирает. А для металла, видимо, нужен... Пункт переработки. Так. Где тебя поставить-то? Фуууу! Слушай... Даже и не знаю. Можно было бы, кстати, и вот здесь его сделать. Он бы тогда занял ровно вот эту вот область. Но нам, наверное, лучше его разместить рядом. Так. Я не знаю, где его разместить. Если честно Так Тут он особо не встает Ну давай вот так Оставим его Хрен с этой симметрией А, не хватает домов, не хватает домов Так Учитывая, что ресурсов у нас сейчас много Давай, наверное, скажем Заняться все-таки своим жильем И что-то они у нас не плодятся От слова прям совсем Так Ну можно было бы, конечно, вот здесь делать постройки Ну учитывая, что у нас тут Рядом рабочая зона И они будут, получается, выходить из этих домов И сразу же идти на работу Что вроде бы вполне себе неплохо Давай, наверное, так и сделаем Правда, нам сейчас не хватает строителей У нас их всего двое Так Не знаю А, у нас воды теперь слишком много У нас слишком много воды Пускай у нас будет больше строителей Так Ну что Будете работать Да-да-да Все Появляются домики Ну и сейчас вот эти вот дома поставим Четыре Два Че, может быть, улучшить нашу постройку? Давай улучшим Там вроде теперь они смогут сидеть Да-да-да, видишь, там костер у них будет Ам Я извиняюсь А почему у нас мертвые люди? Что? Что? А, взрослых 14 Или они спят? Я не понимаю Они спят или они мертвы? Слушай, ну учитывая, что у нас мертвецы в лагере Прям в самом центре лагеря Мне не кажется, что это хорошая идея Давай все-таки Ну Сделаем кладбище Ёлки-палки Я извиняюсь А какого хрена кладбище Размером Почти с весь мой лагерь? Ну не почти вообще-то Он Он больше, чем весь мой лагерь А вы там кремировать и как-то их складировать не можете? Нет, просто это 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 огромная территория Слушай Нет, ну я Я понимаю, что кладбище занимает много места, но Блин, ребят, это же неразумно Что вообще вы будете с этим делать? То есть я могу, конечно, вот тут построить Но черт, это Это половина моей земли То есть я тут мог бы сделать кучу построек А из-за вот этого Гремного кладбища У меня теперь будет хрен с маслом Ну Ладно Не, ну в любом случае это лучше, чем мертвецы у тебя на заднем дворе Поэтому Давай построим Блин, ну это огромная территория Почему бы им не просто кремировать своих больных? Ну, как Мертвецов я хотел сказать Не больных Господи Почему бы им не кремировать своих больных? В общем Да У нас есть костер У нас есть У нас будет кладбище Уии, кладбище Ну и, конечно же, можно было бы сделать больницу Но Почему бы нам не сделать пивную? Вот Это людям нужнее Хотя Стоп, а откуда они пиво будут брать? То есть А что они там пить-то будут? У нас нету Можно сказать, ничего Фрукты и орехи Можно было бы поле сделать Кстати, да Вот тут, смотри Можно было бы сделать поле Или вот такую вот Плантацию Вот Вроде бы неплохо смотрится Давай сделаем Сейчас скажут, что Вам нужен Могильщик О, господи На что я подписался? Ладно Давай ускорим все это дело Пускай они уже построят Так Ладно Один у нас будет фермером Один будет Сортировщиком Ладно, ладно, ладно Пускай, наверное, у нас будет Один водонос И один магильщик Отлично Там труп еще не начали гнить Нет, смотри Они остались Чудненько Ну В кавычках Так А, все У нас Появилось кладбище И теперь наши трупы Смогут Относить Да, видишь Уже отнесли Уже отнесли Правда Я не видел Как они Хранили Но Ладно Невелика потеря Может быть он Поздно-поздно Ночью О, боже Ты посмотри Как это мило Они запускают Китайские фонари С кладбища То есть Ты хочешь сказать Что у меня умерло Четыре человека? Серьезно? Так много? И да Кстати У нас появляются дети Как ни странно Как ни странно У них еще не опустились руки Так что Давай, пожалуй Понастаем домики Надеюсь Там хватит строителей Три человека Да, вполне хватит Так Вот у нас уже Неплохое такое поселение Да, оно возможно Не самое лучшее Но У нас есть поле У нас есть Могильщик У нас есть огромное кладбище Вот Что еще нужно для жизни? В принципе Живи да веселись Погоди-ка Блин Я не знаю Может быть школу сделать В принципе Она не так много требует У меня конечно Нету территории Под школу Но Можно было бы Напротив кладбища То есть детишкам Придется через могилу Проходить Каждый раз Идя на учебу Либо мы могли бы Сделать Пуф Я не знаю Хижнособирателя А, она у нас есть Давай наверное Все таки сделаем Колодец Дождесборщик Вот Давно его хотел Пускай у нас Вот тут встанет Видишь как раз таки Все идеально подошло По размеру Можно было бы Убрать Вот это вот Кострище И заменить его Какой-то Интересной Построечкой Я не знаю Пивную им поставить Или Что-то в этом духе Ну смотри Если мы Снесем Кострище То в принципе Под вот этот Вот размер Мы могли бы Вполне легко Поставить 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 Нет Похоже что Больница не вмещается Как раз таки Там Вроде бы мешает Постройке Какие-то Ну надо смотреть Но пивная Бы влезла Или же Раз-два Несколько домов Еще конечно У нас Блин Заканчивается Опять вода Что за Жопа такая А у нас Нету У нас Нету Пластика Слушай У нас Нету Пластика Свалка А что ты Не работаешь А у нас Мы Расчистили Все Развалины Ты Прикалываешься То есть Постой 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 Ты хочешь сказать Что мы Расчистили Все развалины В округе И теперь Нам эта Постройка Тупо Не нужна Но Постой Мы кажется Можем Перенести Да Мы можем Перенести Рабочую Область И собрать Например Вот тут Все Потому что Ну Мы тут Воду Как бы Достаем Давай Наверное Вот Рядом С озером Все Очистим Вроде бы Идея Неплохая Кстати Я не знал Что можно Переносить Зону Довольно Неудобная Штука Так И Нам нужен Пункт Переработки Где мы Будем Добывать Пластик Да Да Вроде бы Неплохо Не знаю Конечно Сколько Его Здесь Будет Но Нам Нужна Вода Потому что С водой У нас Постоянная Жопа Вот Видишь У нас Опять Не хватает Воды Вот Еще Немножко Времени И Опять У нас Будет Заканчиваться Поэтому Да Тут Повышается Количество Поселенцев Повышается Количество Проблем И Вот Что ты Будешь Делать Конечно Мы можем Улучшить Свою Цистерну И поставить Тут Дождесборщик А Он у нас И так Стоит Да Да Имеется Ввиду Что Вот Этот Дождесборщик Можно Было Бо Колодец Поставить Где Он Тут Слушай А он Не такой Уши Большой Чем Бо Его Не Поставить Давай Наверное Все Таки Посмотрим Что Там Будет У нас И Вот Я Может Быть Водонапорную Башню Сделал Милая Така Постройка Требуется Конечно Пластик И Уголь У нас Например Угля И Нет Вот Так Что Можно Было Быть Сделать Где То Эту Постройку Правда Непонятно Где И Я Опять Забыл Про Школу Фуф Ну Что Ты Будешь Делать Так А Да Мы Не Назначили Человека На Поле Да Ё-моё Яблоки Грецкие Орехи Сливы Пекан Груши Персики И Вишни Подожди А Тут Нету То есть Они Сообщают Какая Культура Подходит Именно К этой Местности Что Весьма Странно Вроде Бо Персики Три Подожди Ка Слушай Ну Пекан Пекан Успе Я даже не знаю Что это Такое Давай Персики Тогда Ну Что ж Это У нас Строится Добывают Нам Пластик Вроде Бы Производство У нас Идет И вода Начала Добываться Что Тоже Меня Не Может Не Радовать Так 10 Из 24 Отлично Слушай Ну Такими Темпами Мы Вполне Способны Даже И Магазин Портного Сделать Вау 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 Но Правда Я даже Не знаю Стоит ли Ставить Этот Магазин Портного Пока Что У нас Всего Хватает Единственное Что Можно Было Быть Водонапорную Башню Но Не сказать Что это Прямо Необходимо Нам Давай Все Таки Сделаем Вот Угольную Печь Рядом С Кладбищем Господи Что Ладно Где Ее Можно Поставить Вот Где То Вот Здесь Можно Было Бы Сделать Либо Либо Вот Тут Слушай Я Конечно Не знаю С одной Стороны Можно Было Быть Поставить Школу Но Давай Наверное Вот Тут Получается У нас И склад Здесь Поблизости И В целом Пускай Еще и Магазин Портного У нас Будет Так А у Нас Тогда Поместится Водонапорная Башня Погоди Ка Погоди Да Помещается Прям Идеально Встает Смотри Вау 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 С Симметрия Ну что ж Угольная Печь Так Пускай у нас один будет Портным И Наверное Наверное Нам Нужен Я не знаю Можно было бы Скать Чтобы у нас было меньше С этих Сборщиков Лома И Хотя бы Один Вот Добовал бы нам Уголь Так Ну Пока что Господи Слишком много Жителей Да ты Издеваешься То есть Нам не хватает Домов Так Ну смотри Мы могли бы Сделать дом С баком Я правда Не понимаю Что Что именно Этот дом С баком Делает То есть Он добывает Нам воду Как-то Или что Либо он Просто Может Хранить Какой-то Запас Воды Вот это Кстати Очень даже Неплохое Место Смотри Если бы Мы Убрали Своё Поле Если бы Мы Все-таки Убрали Своё Поле То По идее У нас Было Получилось Поставить Палатку Но Единственное Что они Размножаться Хуже стали Размножаться Господи Какой-то Я про Каких-то Хомяков Или Крыс Говорю Ну Что ж В общем Здесь у нас Будут Баки С водой Ну то есть Дома с Баками воды Я правда Не совсем Понимаю Что Зачем Они нам Нужны А на этом Пожалуй Все Старайтесь Меньше Выходить Из дома Берегите Себя И да Пока-пока И до Скорого Субтитры Субтитры